Здравствуйте, друзья! В этом видео мы будем говорить об индикаторе для бинарных опционов Forex Triple Hit. Этот индикатор платный, но вы его сможете скачать для ознакомления с нашего сайта. По ссылочке в описании данного видеоролика вы сможете найти непосредственно данный текстовый документ, данную страничку и на ней ссылочку на скачивание внизу страницы. Итак, давайте в первую очередь рассмотрим некоторые характеристики, которые достаточно важны. Мы их будем вспоминать в течение данного видео. Во-первых, терминал MetaTrader 4, таймфреймы M15, M30 и H1 экспирация, 5-10 свечей в соответствии с вашим таймфреймом от 5 до 10 свечей. Типы опционов у нас Call и Put, индикатор Forex TRX. Так, время торговли от 8 до 20, торговые инструменты, валютные пары, акции, сырьевые товары. Далее установка и тут, возможно, другая информация вас заинтересует. Сейчас мы все ее рассмотрим. В конце данной странички есть у нас кнопочка скачать. Здесь мы, соответственно, качаем данный индикатор. А теперь давайте перейдем в терминал и рассмотрим нюансы. Для начала, конечно же, нужно добавить индикатор в MT4. Жмем файл, открыть каталог данных. Я не буду показывать, как закидывать. Покажу где. Возможно, вас это заинтересует. MQL4, возможно, вы первый раз устанавливаете. Индикаторс. И сюда закидываем индикатор, который скачали. Также у нас есть шаблон в скачанном файле, в архиве. Закидываем его сюда. Templates. Хорошо. MQL4, индикаторс и шаблоны в Templates. Закрываем. Далее перезагружаем MT4 для того, чтобы индикатор заработал. Потом подгружаем шаблон Forex Triple Hit Template. У нас виднеется вот такая вот ситуация. Внизу у нас индикатор похож на MACD Forex TRX. Также у нас есть стрелочки, которые также являются сигналами. Большая стрелочка и переход цвета на индикаторе являются сигналами на Call или Put. Если вы торгуете агрессивно, то этот сигнал стоит учитывать. Если вы любите консервативную торговлю, более уверенную и с меньшими рисками, то лучше обратить внимание на вторую стрелочку и, соответственно, на третью, которые дают хорошие, уверенные сигналы. Вот у нас стрелочки на Put. Соответственно, есть и другие стрелочки, которые сигнализируют на Call. Это синие стрелочки. Гексограмма меняется с желтого цвета на синий в данном случае. У нас есть информационная панель, которая показывает актив, которая показывает время до закрытия свечи и сигнал, который стоит учитывать. Мы можем, как уже говорилось, использовать данный индикатор на M15, M30 и H1. Данный индикатор был изначально разработан для Forex, но мы его оптимизировали, и он сейчас отлично подходит для бинарных опционов. Итак, как непосредственно работать с сигналами? Тут у нас сигнал на падение, сигнал на Put. Мы видим переход гексограммы и стрелочка вниз. Вы уже сами решаете, стоит ли работать с этим сигналом, стоит ли его учитывать. Если вы все же решили учитывать этот сигнал и нажали ниже, то следующий сигнал мы можем уже отработать по Мартингейлу. Ну и, соответственно, следующий, если возникла какая-то непредвиденная ситуация. Но обычно по этому индикатору мы видим, что таких ситуаций нет. И индикатор работает весьма-таки неплохо и точно. Сигналов, опять же, немного, но они точные. Вы видите это на графике. Пусть даже на истории, но все очень красиво и слаженно отрабатывается. Теперь давайте заглянем в настройки данного индикатора. Так, давайте свойства Forex TRX нажмем. Что у нас в настройках? Входные параметры. Так, здесь у нас есть настройки цветов, настройки алертов. Остались настройки от Forex, то есть тут Profit и Stop. Есть стрелочки, да. Что нам интересно? Нас интересует тут больше всего уровни. Тут, в принципе, все настройки понятны, они не так важны. И вы разберетесь без проблем, что включить, что выключить. Включить ли Алерт или Profit или что-то еще. Нас интересует уровень. Уровни. Мы нажимаем True. Включаем уровни. Потому что уровни очень хорошо дополняют данный индикатор Forex Triple Heat. Жмем ОК и появляются на графике уровни. У нас сейчас M15 и мы смотрим, как работает данный индикатор в комплексе с дополнением, таким как уровни. Мы можем работать непосредственно на пробои или на отбитии от уровня. Далее смотрим. У нас, например, здесь идет пробой некого уровня. Стрелочка показывает вниз. Индикатор меняет цвет. Мы жмем ниже. Идет откат к уровню. У нас здесь некий убыток может быть. Получается, в зависимости от того, сколько свечей вы отработали. Далее. У нас следующая стрелочка. Консервативная торговля. То есть, не забываем, что первая стрелочка – это агрессивная торговля, которая не обязательно приведет вас к успеху. Следующая стрелочка – консервативная торговля. И если вы здесь прогорели, если ваша сделка прогорела, была неудачной, то мы уже можем торговать по консервативной торговле. Можем жать ниже и получить профит уже по этому сигналу. То есть, гексограмма у нас не поменяла цвет. Второй сигнал у нас. И отлично, мы дальше жмем ниже, жмем путь и получаем доход. Далее. Тут у нас следующая стрелочка. И тут тоже мы можем получить доход. Зависит от вашей торговли. Давайте посмотрим диаметрально противоположные сигналы. Так, тут у нас… Ну, исходя из уровней, конечно. Потому что мы поставили уровни. Что у нас тут на М30? Давайте перейдем, посмотрим. Посмотрим М30. Тут мы видим у нас очень хороший сигнал. Такой жесткий пробой уровней. Прямо не одного даже, а ряда уровней. У нас есть большая стрелочка для агрессивной торговли. Есть переход индикатора. Дело в том, что агрессивная торговля и данный сигнал, они, конечно же, и остаются как бы рискованными. Но, тем не менее, после такого жесткого пробоя, этот сигнал очень хорошо показывает нам, что нужно входить в сделку и сжать колл. Далее у нас по консервативной торговле тоже есть стрелочка без смены направления, получается, трендом. Так. Друзья, мы переместились на график H1. И здесь мы видим тоже очень интересный сигнал. У нас здесь есть пробой. Ну, соответственно, после пробоя мы видим, что есть сигнал, то есть пробой уровней. Есть сигнал. Мы жмем колл. 1, 2, 3, 4, 5. Так, секундочку. И смотрим, тут у нас 5 свечей и 6, 7, 8, 9, 10 свечей. Мы видим, что сигнал на агрессивную торговлю хорошо отработал, но довольно неплохо и уверенно отработал второй сигнал по данному индикатору, по индикатору Forex Triple Heat. Также хочу заметить, что данный индикатор не перерисовывает и достаточно уверенно показывает сигналы. Итак, давайте подведем итоги. У нас есть большая стрелочка, которая показывает агрессивную торговлю, которая является сигналом на агрессивную торговлю вместе с переходом цвета на индикаторе внизу. Далее у нас консервативная торговля, вторая стрелочка. Мы, соответственно, тут можем использовать данный сигнал. Уровни помогают нам получать более уверенные сигналы, то есть они помогают нам получать больше дохода по сути. И, ориентируясь на уровни, мы можем входить в сделку намного более безопаснее и с меньшими рисками. Друзья, в принципе, на этом все. Также многие другие индикаторы вы сможете скачать на сайте winoptionsignals. Все ссылочки будут в описании данного видеоролика. Forex Triple Heat также вы найдете в описании данного видеоролика. Друзья, спасибо за внимание.